Ребят, если вы заметили, у меня новое оформление, новогодние рамочки с шапкой, авой и тому подобное. Я хочу поблагодарить группу по дизайну, которая мне сделала это оформление. Я хочу вам ее порекомендовать. Ссылочку я оставлю в описании. Вы можете себе тоже оформить любой ресурс, страничку, вк, группу, канал и прочее. Цены здесь доступные, поэтому обращайтесь, сделают вам быстро, качественно. Ссылка в описании. Приветствую вас, дорогие зрители. Я хочу сегодня прокачать еще одну легендарку на своем основном аккаунте до четвертого уровня. У меня уже, ребята, практически все леги четвертого левела. Ну и осталось теперь их прокачать до пятого и будет вообще шикарно. Конечно, мне еще очень много нужно легендарных карт выбить, но это со временем придет. В общем, сегодня буду прокачивать бревно. Бревно четвертого уровня. Хотелось бы, конечно, бандитку либо шахтера, но осталось совсем немного. Также, ребята, у меня еще громовержец есть в магазине, но я не знаю, покупать его или нет. Если хотите, чтобы я его купил, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот, я его куплю обязательно на стриме. Приходите на стрим. Ну что, давайте прокачаем бревно до четвертого уровня. 50 тысяч золота. Недешево. Ну а что делать? Приходится. Опа, отлично. Четвертый левел бревнишка. Так, берем его в колоду. Ребят, я вынужден немножко подредактировать колоду. Тут что-то вообще не пошло у меня, прям вообще не пошло. Сливаюсь всем подряд. Ну, в глобале я, честно, не играл после изменения баланса. И, видимо, все поменялось. Возьму колоду гигант плюс принц. Оставил бревно в колоде. Добавил стрелы сюда еще. Ракету. В общем, колода выглядит как-то так. Что с этого получится? Хотя, вот смотрите, насчет ракеты я не уверен. Давайте возьмем фаербол. Вот так вот получше. Все, и поехали. Поехали мочить просто всех. Так, отлично. Думаю, что с этой колодой получится. Просто я не знаю, что происходит. Но я проигрываю настолько слабым игрокам, у которых рекорд 4 700. То есть, ну, чтобы вы понимали. Ну, я всегда, когда апаю кубки в конце сезона, я играю против топов мира. Там 6 100, 6 200, 5 800 минимум кубков. И вот это реально уровень. Но проигрывать таким игрокам, то есть, ну, я как бы не говорю, что они прям нубы, да. Но просто дело в том, что реально что-то не то с колодой. Либо, ну, я не знаю, ну, прям вообще не получается. Вот решил немножко поэкспериментировать, заменить. Ну, и попробовать с этой декой. Так, блин, нужно как-то крутить колоду. Она плохо реально прокручивает цикл свой. Окей, давайте резко гиганта вот сюда. И за гигантом мушкетера. Посмотрим, что он нам, на что он нам ответит. Окей, тогда выбрасываем фаербол на его сборщик. Потому что у нас 11 фаер, а он сейчас сборщик практически уничтожает полностью. Здесь у нас гоблины пойдут. И сейчас выбросим еще бревно. И выбрасываем бревно. Надеюсь, успеваю. Отлично. Ну, немножко урона пропускаем. Но в целом неплохо. Я не понимаю, ребят. Я вот до этого играл только что. И мне 2 или 3 противника со сборщиком. И сейчас уже 4 противник со сборщиком. Сборщик же ухудшили. Алло, 2017 год на дворе. Или уже 18 скоро вот будет. Какого лешего вы используете сборщик эликсира? Да еще в такой нелепой деке. С хогом. Сборщик не улучшили. Сборщик ухудшили. Очнитесь. Ну, серьезно. Так, слушайте. Ну, вот сейчас опасно выбрасывать фаербол. Потому что видим, да, что на меня идет. Так, ну он потратил зап. Поэтому давайте гоблинов. И фаербол, в принципе, на сборщик сейчас в самый раз. Выбрасываем фаербол. Быстрее, чтобы каплю эликсира он не получил. Отлично. Фух. Так. Ну, сейчас он уже второй сборщик поставит. Эммм, вот. Ага, вот оно что. Я понял. Я думаю, ну какого, блин, хрена он... Так, ладно. Гиганты сюда. Здесь у нас будет мушкетер. Так. Сюда стрелы. Сюда стрелы. Сюда... Сюда гигант... Ой, принц. Здесь гоблины. Так, задефали, надеюсь. Эмм, ну почти, почти задефались. Так, эм, давайте... Я даже не знаю, фаербол сюда. Хотя надо было на двух мушкетеров фаер выбрасывать. Я тупица. Блин, это ж надо так затупить. Ладно, в принципе, мне еще один фаер. И я добью его башню. Так, здесь мушкетер. Здесь у нас принц. Но он в любом случае вышку забирает. Понимаете? Мне самое главное фаербол успеть. Эм, так. Ну да. А стрелы и бревно не добьют? Интересно. А может быть и добили стрелы и бревно? 246 хп. 114 от этого и 112 от этого. Не, не добили бы. Так, ладно. Надо аккуратно сейчас. Так, здесь вот гиганта выбросим. Так. Попался. Попался, дружище. Так. Здесь у нас принц. Нам нужен второй гигант. Нам нужен второй гигант. Здесь у нас миньончики. Запа, конечно, немножко не хватает в этой деке. Но в целом неплохо. В целом неплохо. Так. Пошел у нас гигант. Второй уже гигант. Ну, это, ребята, уже победа. Ну, тут уже, конечно, немножко бодрее. С предыдущей колоды я прям в нулину проигрывал. Не понимаю, почему. Так, хорошо. Получается, на видос пока первая каточка. Не, она победная. Ну, одной каточки мало. Я хочу еще. Погнали, ребят. Я думаю, что сегодня на стриме. Не знаю, когда вы смотрите видос. В принципе, у меня стримы каждый день. Я буду апать глобал. Вы приходите на стримы. Обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Потому что, ну, я буду реально тестить обнову. Тестировать много разных колод. Так. И заодно вам их показывать. Так. Поехали. Я понял. Значит, резко контратачим. Готовим замстрелы. Фаербол. Бревно. У нас, в принципе, есть все. Абсолютно. Так. Я думаю, что выбросить нужно фаербол. Фаербол на мегаминьона. Сейчас его мышка уни... Ладно. Тут у нас мушкетер. Я бы мог добить мегаминьона. И, возможно, бы гигант нанес больше урона. Но я думаю, что... Не важно. Нам надо сейчас задефать голема. Потому что восьмой голем... Даже в соло, ну, нанесет много урона, если его не дефать. Он может, по-моему, даже вышку снести. Если я не ошибаюсь. Так. Давайте попробуем зайти вот такой вот связочкой. Можно было, конечно, было это сделать слева. Ну, посмотрим, что получится справа. Я не понимаю. Почему они все играют со сборщиками? Сборщик пофиксили. Что происходит, Карл? Ну, серьезно. Сборщик же пофиксили. Или я что-то не знаю. Я не понимаю. Что происходит? Так. Ааа. Слушайте. Ну, давайте забирать его сборщик. Он мне бесит, что он его поставил. Так бесит, что него нагло используют. А, я понял. Это человек без мозга. Ну, в принципе, тогда логично. Тогда сборщик логичная вещь у него. Так. Здесь мы выбросим мушкетерку. Завязаем бревнишко. Бревнишко. Так. Хорошо. Пошел второй. Эй. Аккуратно. Так. Задефались. Ага. Теперь. Окей. Фаерболл на сборщик. Да. Ну, все равно будет сложно, ребят. Я не говорю, что будет легко. Хоть он играет и со сборщиком. Хоть и сборщик пофиксили, черт возьми. Я не рассчитывал его увидеть, честное слово. Так. Все. Погнали. Голем. Значит, мы сейчас... Хотя, знаете, как надо было правильно сыграть? Пойти сейчас на трешку. Вот это было бы правильно. Так. Конечно же, мушкетер будет уничтожать моих миньонов. Конечно же. Так. Здесь у нас бревно. Ой. Я уже, ребят, заговариваюсь. Не бревно у нас, а здесь. Ну да, бревно уже. Так. Стрелы. 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 Отлично. Так. Здесь. Вау. Второй голем. А что? Он эту вышку уже думает, что добил? Что? Правда он добил эту вышку? Он же не добил эту вышку. Нет. Не добил. Тогда почему он выбросил голема? А, может у него есть фаер какой-то там. Да ладно, давайте здесь принца. Блин, ни хрена себе у него железные яйца. Как он так резко засвичил? Ну, потому что я не понимаю. Остается совсем мало времени и он... Капец, он снес мне правую башню. Серьезно. И добил ее. 6 хп осталось. 80... О боже, это ТВ-Рояль. Ребятки, этот бой должен войти в ТВ-Рояль. Ух, блин. Ну, трудно играть, даже если у игрока нету мозга. Хотя, почему нету мозга? Ну, взял он элитных варваров. Ну, и хрен бы с ним. Нравится ему, значит, так. Да, ТВ-Рояль. Поехали в бой. Последний поединок. Блин, было потненько. Я не знаю, как я затащил. Жесть просто. Так, ладно. Я не... Даже не это меня удивляет, то, что я затащил. Мне удивляет то, что почему мне подбираются все противники со сборщиками. Что происходит? Парни, ведь сборщик пофиксили. Очнитесь. Не берите его. Он говно. Я не знаю. Или смотрите, например, YouTube. Там вот мой канал. Я вот вам советую не брать сборщики. А я плохого не посоветую. Так, ладно. Давайте здесь мушкетерку. Значит, против нас хок. Хок, в принципе, тоже пофиксили. Но с ними играть еще можно. Он еще имеет порох пороховницы. Поэтому хогушка, как всегда, топчик. Так, фаербол. Ну, мушкетера фаербол не добивает. Но аутер с рыцарем, конечно же, добивает. Немножечко оттягивает торнадом противник моего гиганта. Но гигант все равно настойчиво идет дамажить башню. Так, смотрите. Здесь выбрасываем принца. Так, здесь выбрасываем гигулю. Так, отлично. Забираем его ледяного духа. Хогушку мальца пропускаем. Но в целом не критично. Плохо то, что мы не можем фаерболом добить его ледяного дядю. Вот. Но тоже не критично. Тоже не критично. Пока эликсир не буду сливать. Так, отлично. О, вот сейчас вообще замечательно. Я вот думаю, сейчас фаербол будет вообще кстати. Мы, наверное, вышку сейчас заберем. Да, я был прав. Минус тавер. Слушайте, а вот с этой колодой мне нравится играть. Да. С предыдущей я реально проиграл подобному парню. То есть он тоже играл с Хогом. Тоже все как бы делал то же самое, что и сейчас делает мой противник. Но вот я почему-то проиграл с прошлой колодой. А у меня такая сейчас смысл родилась, чтобы пойти на трешку. Не знаю, насколько это правильно. Так, бревно. Гигант. Гигант. Быстрее. Быстрее гигант. Здесь у нас... Сейчас гоблины будут на мушкетера. Как это все читается очень легко. Так, в принципе, смотрите. Да что тут смотреть? Изи. Это победа будет однозначно. Я не знаю, что ему надо сделать, чтобы здесь затащить. Так, надо поставить мушкетера так, чтобы он дамажил Хога. Так. Здесь у нас мышки полетят. Ну, да, вышку он забирает. Но я не об этом. Я о том, что... Я не знаю, как он будет деваться дальше. Ему это задефать нереально. Просто принц реально тащит. Я... Мне нравится, что эта дека вернулась. Я ее раньше вообще обожал. Так, давайте закинем фаербол. Бэмс. Хороший фаербол. Ах, блин, как не вовремя. Как не вовремя фаер. Если бы на секунду позже... Слушайте, тут на трешку, блин, реально забрать его. Но я что-то, вот не знаю, туплю немножко. Так, у него есть фаер, да? Поэтому надо как-то не подставлять задницу. А, промазал, смотрите. Не туда поставил своего колдуна. Так. Давайте бревно используем. Наперед вот так вот здесь у нас мышки полетят. Здесь у нас мушкетерка. Ай, сагрился. Вот все-таки сагрился на ледяного колдуна. Но забрасываем фаер. Забрасываем фаер, я сказал. Я сказал, забрасываем фаер. Принц. Блин. Забрасываем гиганта. Забрасываем гоблинов. Так. Забрасываем бревно. Так. Торнадо у него еще нету. Ах, уже есть. Забрасываем мушкетера. Быстрее, быстрее. Как-нибудь постараемся. Ой. Ой-ой-ой. 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 Ну, короче, ребят, это ничья. Мне, в принципе, там осталось два фаера. Но это нереально. Это нереально прокрутить деку так быстро. Мы попробуем сейчас еще раз с гигантом зайти. Ну так, попытка, не пытка, как говорится. Ему, в принципе, гиганту одну тычку надо всего лишь. Но за это время я просто не успеваю. А так, по идее, мне просто один фаер. Хотя, не знаю, сейчас фаер меньше бьет, чем раньше. К сожалению, ничья. Ну, не знаю. Не знаю, почему ничья. Не знаю. Ну, может, он просто перестал атаковать, а сидеть тупо в дефе. Давайте еще одну каточку, потому что, ну, как-то не очень завершает на ничьи. Итак, поехали. Тринадцатый уровень нам подбирается. Надеюсь, будет хорошо прокачан, потому что я хочу просто кого-то воткнуть. Просто, ну, не знаю. Как-то меня бесит те три поражения, которые я в начале ролика сделал. Вау, пятые леги. Воу, воу, воу. Полегче, парниша на 4600 с пятыми легами. Да ты опасный у нас. Ага, еще и дракончик. Ой, да тут эпики восьмые, леги пятые. Да он против нас тут очень крутой донатер играет. Да ты посмотри на него. У него прям все фул. Да серьезно все фул. Я сейчас даже немножко взволновался. Так, а что делать? Зачем ему так много сплэша? Вы видите, сколько у него сплэш юнитов? У него колдун, ледяной колдун. У него громовержец. У него маленький дракончик. Еще, наверное, палач вышибала, блин. Я не знаю прям. Ну, реально, у меня немножко уже пригорать начало. Так, ладно. Фух, все хорошо. Пятые леги, это не значит, что он хорошо ими владеет. Хорошо играет. Сейчас мы это все протестим. Поехали, гигант. О боже, что тут? Вот тут почему вот именно в этот момент он поставил пеку? Почему именно в этот момент? Вот серьезно. Вот именно в этот гребаный момент. Если бы я немножко подождал бы, я бы сейчас пропушил его справа. Изи бы. Серьезно. Ну, давайте как-то попробуем. Попробуем вот так вот. Фаербол. Фаербол. Памс. Хорошо. Пеку заберем, надеюсь. Пеку заберем. Так, ладно. В принципе, я теперь понял, что у него за дека. Ну, не сильно мне страшно. Не сильно. Я просто не понимаю, почему он так низко сидит. Так, ну вот сейчас, конечно, будет трудно как-то определиться. Так, ну давайте, наверное, знаете, как поступим? Мушкетера на левую сторону. Ждем его сейчас. Давай пеку. Поставь пеку. Ну, будь. Оп. Молодец. Так, так. И вот так. Хорошо. Так. Наверное, вот сюда гоблинов. Вот сюда мушкетера. Так, там мы вышку ломаем ему потихонечку. Потихонечку ломаем. Еще надо фаербол туда закинуть. Все, покойся с миром. Вышку мы одну забираем. Вот. Ну и, надеюсь, это победа, ребят. Надеюсь, это победа. Да, потому что, ну, 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 блин, ну, просто, ну, слоупок. Реальный слоупок. Как можно играть с пятыми легами и так низко сидеть? То есть, ну, я как бы тоже с фулл прокачкой, да, но у меня леги четвертого. Хотя, в принципе, я тоже еще тот слоупок. Ладно. Не будем обзывать противника. Молодец, хорошо играл. Но нет, нет, плохо играл. Не могу я. Ну, не могу, у меня бомбит. Ну, пятые, все леги фулл. Все. Восьмые эпики. Ну, это реально сложно против таких играть. Хотя не все. О, боже, да у него рекорд 5к. Фу, ладно, не будем его комментировать. Ребят, на этом буду завершать выпуск. Если вам понравились мои онлайн-атаки, то ставьте лайк, подписывайтесь. Ждите еще видосики. Я вам еще несколько колод продемонстрирую. Конечно, я не планировал именно эту такую сегодня показывать. Но, в принципе, она мне зашла. Будем с ней апа 4900, а там дальше посмотрим. Все, ребят, желаем удачи, хороших вам каточек, везения побольше. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Всем, ребята, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok